Как быстро похудеть? Меня зовут Александра Жицкая и я телохранитель. Правда не тот, который в фильме Суитни Хьюстон, а тот, при котором другие люди стесняются есть что-то сладкое, вредное, пиццу, конфеты. Все потому, что я диетолог. И в этом видео я расскажу, как быстро похудеть. Причем расскажу два подхода. Что делать, когда нужно похудеть вот срочно к ближайшему событию, за пару дней буквально. И что делать, если хочется похудеть вот прям навсегда. И прежде чем мы перейдем к этой классной интересной теме, ставь, пожалуйста, лайк этому видео, подписывайся на канал, пиши комментарии, если возникнут вопросы в ходе просмотра этого видео. Итак, если хочется побыстрее похудеть, я знаю, что многим из нас иногда хочется вот к следующим выходным, к празднику, к свадьбе, к какому-то намечающему событию, чтобы влезть в платье. И если стоит такая задача, что реально нужно сбросить парочку килограмм за ближайшие несколько дней, это возможно. Но действительно этот метод, этот подход, о котором я сейчас расскажу, работает, правда, вот если это нужно буквально за несколько дней. Что нужно делать, чтобы сбросить вот эти вот 2-3 лишних килограмма? Первое. Конечно, придется строго ограничить свое питание. Нужно убрать все сладкое, фастфуд, какие-то вредную калорийную еду для того, чтобы снизить калорийность рациона за день. Потому что наш организм худеет и сбрасывает лишнее, когда у него есть этот дефицит калорий. Когда мы едим пищу меньше, чем ее тратим какой-то энергии на повседневную активность. Поэтому первое и самое главное, конечно, нужно будет урезать питание на эти несколько дней. И самое главное, исключить самую калорийную, вот эту вот сладкую, вредную еду. Вместо этого нужно на эти несколько дней сделать рацион максимально простым. Вот из очень простых, полезных продуктов и блюд. Пусть основа рациона это будут овощи, ягоды, фрукты, зелень, мясо, птица, рыба, кисломолочное, орехи, масла растительные. И просто вот готовить еще какие-то каши, злаки, бобовые. И простые обычные блюда, крупы, мясо, птица, рыба, салаты. Вот это и должно быть обычное стандартное питание на ближайшие несколько дней. Еще очень важно время ужина. Потому что именно чаще всего вот эти ночные жоры, вечерние дожоры, они создают вот этот максимум отека тела утром и каких-то лишних килограммов, которые у нас копятся тоже длительное время. Поэтому на эти дни обязательно сместить время ужина на 3-4 часа до сна. И уже после этого перед сном на ночь ничего не есть, можно пить, можно пить чай или воду. И вот, кстати, о напитках. На эти несколько дней вот такого быстрого похудения я рекомендую в принципе все напитки заменить обычной водой. Можно добавить дольку лимона, можно листик мяты для аромата, но чай, кофе оставить максимум 1-2 чашки, все остальное, чтобы была обычная вода. Потому что очень часто случается так, что мы пьем какие-то газировки, лимонады, кофе с молоком, какие-то напитки. И в них часто бывают жидкие калории, много сахара, каких-то сиропов. И мы очень незаметно съедаем, а вернее выпиваем лишние калории и даже этого не замечаем. Поэтому вот такие вот действия по режиму питания, они дадут максимум эффекта вот эти ближайшие несколько дней. Важная пометка, я не рекомендую эти ближайшие несколько дней заниматься каким-то непривычным для себя сильным, изнурительным спортом. Дело в том, что на такой короткой дистанции, если вы раньше не занимались активно каким-то спортом, это может даже дать плюс в весе. Потому что появится крепотюра, появится мышечный отек, это даст прибавку в весе. И еще самое страшное и самое худшее, что может произойти, это если вы резко увеличиваете физическую нагрузку, очень резко повышается аппетит. И вот так вот, желая быстрее похудеть, начав тренироваться, но если это непривычно и если это стресс для организма, то может очень сильно повыситься аппетит, и тогда будет очень сложно сдерживать себя в плане питания. И вот если говорить на ближайшие несколько дней, корректируем питание, новые тренировки какие-то лучше не вводить, но можно добавить просто обычной физической повседневной активности в виде ходьбы, если вы пройдете какие-нибудь 10-15 тысяч шагов в день, вот эти ближайшие несколько дней, когда нужно более быстро похудеть, вот это будет на пользу. Но еще может хороший эффект дать также массаж. Он даст такой эффект больше лимфодренажный, то есть поможет согнать лишнюю жидкость тела. И это, конечно же, даст минус в весе и немножечко уменьшит объемы. Но тоже не делать жесткий массаж, не делать антицеллюлитный, вот этот болючий массаж, потому что от него первые дни тоже бывает дополнительный отек. А вот легкий такой общий массаж на все тело тоже может дать дополнительный эффект. Вот эти вот все простые действия реально могут избавить вас от 2-3 килограмм буквально за несколько дней, особенно если у вас есть какой-то вот отек, лишняя жидкость, это то, что всегда уходит в первую очередь при вот каких-то ближайших простых действиях. Но я и говорила, что мы поговорим не только об этом способе, но и как похудеть навсегда. Почему? Потому что вот такие вот действия, они правда могут сработать на несколько дней, и они дадут вам такую более стройную фигуру на праздник, на события, на выходные. Но это то, что будет сложно потом сохранить и поддерживать, потому что если вы просто вернетесь к своему обычному, привычному ритму жизни, то все тоже вернется. Поэтому если мы будем уже говорить о том, что хочется иметь стройное тело всегда, в течение всей жизни, а не только к празднику или на выходные, здесь нужен совершенно иной подход. Ну и давай по-честному, ведь килограммы появились не за пару дней, не за неделю и, скорее всего, даже не за пару месяцев. И если лишних не 2-3 килограмма, а больше, то и подход должен быть основательный и системный, и комплексный. И, ну, так уж получилось, что быстро здесь пообещать очень сложно. Но если все делать правильно, если все делать постепенно, если все делать комплексно, то тогда это будет долгосрочный результат. А не в этом ли самый главный кайф, чтобы быть стройной всегда, всегда в стройном подтянутом теле, а не просто бегать от диеты к диете. Так вот, что же нужно делать, если хочется похудеть не просто к празднику, а навсегда? Как я уже сказала, нужен комплексный подход. И нужно не просто изменить свое питание на несколько дней и отказаться от конфеток на несколько дней. Нужно полностью изменить свои пищевые привычки. Причем, если мы говорим про подход навсегда, вот здесь не нужно отказываться полностью от сладенького. Это когда нам нужна какая-то временная небольшая диета для результатов на выходные, то да, нужно сладкое убрать полностью. А если мы говорим про результаты на всю жизнь, то нужно прийти к балансу. Нужно, чтобы 85-90% питания составляли хорошие, здоровые, сбалансированные продукты и блюда. А 10-15% оставалось для каких-то любимых вкусняшек, потому что они нам важны, нужны. Это часть традиций, часть культуры, часть каких-то наших любимых развлечений. Это может быть. От этого не нужно отказываться полностью, но нужно научиться балансировать. Очень важно выстроить здоровые пищевые привычки, наладить регулярный режим питания, регулярный режим завтраков, обедов, ужинов. Уже я говорила про время ужина, это важно. И это нужно сделать уже своим таким постоянным привычным повседневным действием. Еще очень важно разобраться с продуктами, потому что в современных реалиях, в современном супермаркете, к сожалению, только процентов 20-30% это адекватные какие-то продукты, все остальное нужно очень тщательно изучать на предметы составов. И одна из привычек стройных и здоровых людей, которые в такой форме всегда, а не только к выходным, это умение читать и понимать составы продуктов, которые продаются в наших современных магазинах. Обращай внимание на состав того, что ты покупаешь. И смотри и учитывай, что в составе всегда продукты указываются от большего к меньшему. То есть здоровые продукты никогда не будут содержать на первом, втором, третьем месте, например, сахар в составе. Потому что если он стоит на первом месте, значит его больше всего. И представь, такое иногда бывает, когда мы берем баночку горчицы, которая на самом деле оказывается каким-то горчичным вареньем. И казалось бы, такой простой продукт горчица, вообще от нее не ожидаешь чего-то супер сладкого, а на самом деле там практически один сахар. Поэтому очень важно, первое, наладить пищевые привычки свои и свой режим питания из нормальных, здоровых, сбалансированных продуктов. Для этого, второе, нужно научиться читать и понимать составы продуктов в современных супермаркетах. И если еще подметить, что важно в формировании пищевых привычек, это калорийность твоего рациона за день. То есть когда наша задача сбросить вес, нужно, чтобы калорий у нас было чуть меньше, чем то количество энергии, которое мы тратим в повседневной жизни. И вот этот вот дефицит калорий будет создавать такую ситуацию и такое состояние в организме, что ему придется брать дополнительную энергию из лишних жировых запасов. И именно таким образом будет сжигаться и уходить лишний вес из нашего организма. И еще есть несколько пунктов, которые нужно знать, учитывать и проделать, чтобы быть в стройном теле всегда. Как я сказала, это комплексный подход. Еще два пункта. Это первое, психология, наше эмоциональное и психологическое состояние. Та еда, которую мы выбираем, это вот не просто так. Потому что наше отношение с едой, это на самом деле про наше отношение с собой. Поэтому если есть место тому, что случаются какие-то такие импульсивные переедания, что часто случаются какие-то срывы на неполезную еду. Если в ситуациях какого-то грусти, плохого настроения, первое, что приходит тебе в голову, бежать за пироженками сладким или еще чем-то, нужно разбираться. Нужно разбираться с психологическим состоянием. Потому что что-то там вот работает не так, как нужно. Где-то еда замещает какие-то эмоции, например. Это очень частая ситуация, когда нам в ситуации грусти, хочется съесть что-то сладкое. Когда кто-то разозлил, хочется съесть что-то сладкое. Когда наступает усталость, хочется съесть что-то сладкое. И это такая компенсаторная функция нашего организма. Нужно просто разобраться, что именно случается у вас, и научиться осознанно уже это регулировать. И в такие моменты, вместо того, чтобы съесть сладкое, когда устал, пойти и просто отдохнуть. Поспать или выполнить какое-то релакс-действо, которое поможет восстановить силы. И последний пункт, очень важный, это медицина и здоровье. Дело в том, что иногда можно головой биться о стену, исключать сладости, убирать какие-то продукты, тренироваться, заниматься спортом, супер выстраивать привычки, а результата все равно нет. И в таких случаях очень часто ответ кроется в здоровье. Некоторые дефициты витаминов и минералов в нашем организме провоцируют лишний вес. Некоторые дефициты витаминов, каких-то микроэлементов, макроэлементов могут провоцировать вспышки вот этого желания сладкого или чего-то вредного. Некоторые заболевания, нарушения гормональные очень часто могут провоцировать набор веса или мешать нам его сбросить, даже когда мы все делаем правильно по питанию режиму. Поэтому очень важно пройти обследование и консультацию у доктора, сдать анализы и убедиться, что все в организме работает хорошо и правильно. Итак, если подвести итог, как быстро похудеть? Когда стоит вопрос о том, что хочется сбросить пару-тройку килограмм к ближайшему событию, то ты уже знаешь, что делать. Но важно помнить, что этот результат не навсегда. А если хочется жить в стройном теле всю свою жизнь и не париться какими-то диетами и ограничениями, тогда нужно подходить комплексно и постепенно менять свои привычки, менять свое мышление, менять свое отношение к себе и к еде. Да, этот процесс более длительный, да, он требует больше внимания и времени, но он настолько более приятный, настолько более надежный, когда уже представь, никогда не нужно будет возвращаться к тому, чтобы искать какую-то очередную диету или худеть к празднику. Именно таким подходом руководствуюсь я. И именно по такой программе и системе работаю я и моя команда в моем онлайн-центре стройности. Поэтому, если у тебя уже есть готовность похудеть не только к ближайшему празднику, но действительно навсегда, смотри по ссылочкам под этим видео актуальные предложения о курсах сейчас в моем онлайн-центре стройности. И я буду рада помочь тебе сделать это быстро, эффективно и с удовольствием. Если тебе было полезным это видео, ставь лайк, подписывайся на канал, а если остались вопросы, пиши их в комментарии.